Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. И сегодня я буду обрезать метельчатую гортензию. Покажу на примере гортензии Vanilla Fries и гортензии Lime Light. И покажу два вида обрезки. То есть говорить, что правильно делать так или не так, я не могу, потому что эти два способа являются правильными, в зависимости от того, что вы хотите увидеть от вашей гортензии в конечном результате. Потому что можно сделать такую жесткую обрезку на одну почку, как я делаю, собственно говоря, потому что я хочу видеть кусты очень большими, красивыми, с большими шапками цветов. Можно сделать обрезку более щадящую, оставив 3-4 почки и получить пышный достаточно кустик, но соцветия будут намного меньше. Вот этот куст, он молодой у меня. И я покажу на его примере. Вот тут видно очень хорошо все веточки. И вот смотрите, вот здесь была обрезка в прошлом году. От корня, то есть одна почка, ну правда, вот здесь внизу еще одна, но она не развелась. То есть одна почка была оставлена и пошло два вот таких вот боковых побега. А уже на них еще побеги. И в принципе, да, можно сделать обрезку более высокую. Я сейчас покажу, как это сделать. Вот эти верхние побеги я убираю. Видите, жара закончилась, гортензия пошла снова в рост. Но эти побеги, они, конечно, не перезимуют, потому что они еще очень слабые. Можно вообще, некоторые люди делают, они обрезают. Вот видите, соцветие отцвело. Можно обрезать только соцветия. Вот, и оставить. Значит, тогда у вас со всех вот этих вот почек будут идти молодые побеги весной. Так, к примеру, я обрезаю, да, и куст будет очень такой пышный, но соцветия будут вот примерно вот такие, да. То есть это вот повторный цветок. Небольшой сами цветочки, конечно, крупные, но шапочка, как видите, очень маленькая. Да, и поэтому, и поэтому, значит, вот, к примеру, вот у нас ветка. Я думаю, что ее хорошо видно. Да, вот она пошла, да. Вот, 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 и два разветвления. И я делаю, к примеру, срез здесь. И срез здесь. Я могу обрезать еще вот эти ветки. И вот, что у нас осталось. Так, вот это вот, сейчас я ее... Да, и вот, что у нас осталось. То есть, смотрите. Убрать ее тоже. Опа. И что у нас осталось? Значит, вот на этой ветке весной у нас будут развиваться, вон уже почка идет внутренняя, они уже вот набухли, они уже есть. То есть, вот здесь пойдет веточка, здесь пойдет веточка, вот на этих пойдут веточки. И будет приблизительно, да, вот такой вот загущенный кустик с мелкими соцветиями. Если вы хотите, чтобы стебли были вот такие, прямо стоячие, и большие, крупные шапки, надо обрезать однозначно еще ниже. Можно сделать вот такую обрезку, если... Сейчас, одну секунду. Вот так оставить, да, на почке. То есть, вот таким образом, если очень уж жалко. Вот эту нижнюю я совсем обрезаю, она не нужна здесь. Ну, то есть, вот так. Вот те, которые идут вовнутрь куста, я их тоже удаляю, потому что они будут создавать густоту и способствовать развитию болезней. Вот это тоже у нас вовнутрь идет. Вот я ее удаляю. Ну, то есть, вот смысл, я думаю, понятен, чтобы долгое время ваше не занимать. Вот так. Да, вот, получилась вот такая вот у нас веточка. Да, что ж такое? Еще один остался. Вот такая вот веточка. Ну, друзья мои, я хочу увидеть прямо стоячие, красивые, да, вот такие побеги с большими шапками. Поэтому я оставляю, да, вот видите здесь, одна почка. Вот одна почка, вот одна почка нижняя и вот одна почка. И я обрезаю. Вот здесь оставлю чуть-чуть повыше. Сейчас мы тут уберем. Хорошо мне видно, почки живые. Или нет, так, здесь живая почка. Вот она, но она внутренняя, а наружная. Сейчас мы посмотрим. Здесь я сделаю вот такой натрез, срез. Вот, вот что у нас получилось. И теперь, теперь я приготовила здесь торф. Торф надо брать кислый. На обратной стороне пакета, который вы будете покупать, обязательно смотрите, там должна быть написана кислотность PH 3,5-4. Это подойдет для гортензии, если будет 6-7 PH, это не подходит, да, потому что гортензия любит кислую почву. Пока я приготовлю только это все вот так вокруг, потому что еще достаточно тепло и впереди, возможно, еще будет потепление. То есть я не буду ее укрывать, я пока только приготовлю. Я всегда так делаю заранее, потому что у меня много растений, которые надо будет обрезать вот так и накрывать. Много также гортензий. И когда уже начнутся первые заморозки, я просто закрою, да, присыплю вот этот торф, закрою эти почки, и вот так гортензия будет зимовать. Если у вас гортензия посажена первый год, то ее, конечно, надо будет укрыть обязательно. Я вообще всегда рекомендую первый год посаженные растения, делать им укрытие из укровного материала, чтобы они благополучно перезимовали. Вот, потом в дальнейшем уже, сейчас мы вот так уберем, потом уже в дальнейшем, тензия прекрасно зимует вот без укрытия. Самое главное укрыть торфом, ну и если нет торфа, можно присыпать землей нижние почки. То есть в любом случае, если она подмерзнет, то отрастут новые побеги именно от первых-вторых почек. Так, обрезку можно делать, конечно, весной, многие советуют делать это весной, но я делаю это осенью. И сад красивее, и я спокойно за свои гортензии, что они прекрасно зимуют, и никакой там ветер сильный, да, обледенение не погубит мое растение. Почему я так говорю? Потому что оставив вот такие пышные шапки зимовать, что может быть? Как, что часто бывает у нас, я живу в Волгограде, снег мокрый, да, дождь. Вот эти вот шапочки, они набиваются влагой, становятся тяжелые, и потом ночью заморозки, да, и вот такая глыба ледяная, она прижимает этот цветок к земле, и может просто-напросто сломать ветку, куст у основания. Да, и никаких не будет почек. Конечно, можно будет возродить кустарник, но, в общем, лучше я не рискую. Поэтому я делаю обрезку осенью, и вот этот красивый сейчас кустарник гортензии, куст гортензии, я тоже обрежу и приготовлю торф вокруг корня. Что еще важно учитывать при обрезке гортензии? Мы оставляем только сильные побеги. Вот на этом кустике очень хорошо видно, вот видите, да, совсем прям маленький такой, жиденький, он вообще не нужен. Да, то есть даже если вы решите выше сделать обрезку, нежели, как говорю я, на одну почку, и оставить 2-3 почки, то вот эти внутренние, вот он вовнутрь идет, растет, да, мы его совсем обрезаем и совсем убираем. Вот еще один побег у нас, вот на нем, в общем-то, даже цветок такой, пышная шапка, да, но он в середине куста. Я его тоже обрезаю. Это если высокая обрезка, да, то есть я, опять же, повторюсь, вот сейчас мы вот так вот, сейчас тут, вот в середине совсем прям мелкие, молодые побеги, они абсолютно не нужны, они только будут забирать силу у куста и от пышного цветения. Ну и, в общем-то, дальше я делаю то, что я и говорила по поводу обрезки на одну почку. Вот и я закончила обработку и, как видите, да, уже приготовила торф, который, которым накрою, да, сделаю вот такую горку, и таким образом гортензия будет зимовать. С теми соцветиями, которые я обрезала, я поставлю их сейчас в вазу. В принципе, еще будет такой красивый осенний букет. Ну, а для тех, кто любит экспериментировать, вот их можно, эти веточки, нарезать правильно, да, и посадить черенки и получить такие же точно кусты. Ну, это уже отдельная тема черенкования. На сегодня, друзья, у меня все. По обрезке метельчатой гортензии с вами была Мария. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями и приходите ко мне снова. Я всегда вам буду рада. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok